Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Несколько дней назад в Кафедральном соборе в Екатеринбурге была торжественная служба на день Святой Великой Мученицы Екатерины, недельку назад. И на этой службе было особенное торжественное мероприятие, в конце, когда сотрудникам медицинских учреждений, врачам, младшему медицинскому персоналу владыка Евгений и владыка Викентий, два митрополита, вручали патриаршую награду, патриаршую благодарность за время, за подвиг, который врачи несут, несли, несут, но, видимо, будут нести в связи с, ну, вот этой современной инфекцией. И, конечно, с одной стороны, было искренне радостно за внимание Святейшего Патриарха, за ту заботу, ну, пусть в такой малой какой-то форме, в виде благословения, в виде слов благодарности, в виде знака отличия, ну, а с другой, мы по-другому сейчас начинаем ценить врачей. Ну, а потому что пока человек здоров, ему кажется, что, ну, а зачем вообще нужна медицина? Но как возникает какая-то проблема, беда, про врача вспоминают тогда, когда боль приходит. И та нагрузка, которая сейчас легла на плечи нашего здравоохранения, она сверхколоссальная. Правда, не хватает сил, не хватает сотрудников, не хватает водителей скорой помощи элементарно, когда болезнь, она выбивает из строя. Ну, а каждый же человек, ему важно, что если у него что-то случилось, то к нему приехала бы карета скорой помощи, пришли бы внимательные, добрые врачи, которые квалифицированно оказали бы помощь и поддержку. Ну, и врачи, когда приезжают на адрес, приходят к больному или встречаются с ним в рамках медицинских учреждений, они также ожидают от нас и, ну, просто человеческого отношения, какого-то приятия, внимательности, спокойствия. Понятно, у немощного человека, у него напряженные нервы и боль сложно терпеть. Но врачи ведь не виноваты в том, что у нас возникают трудности. А мы часто свои переживания гипертрофированно выливаем на того человека, который оказывается рядом. И так бывает, доктор приходит, а мы его не уважаем, не ценим. Хамство, грубость. А доктора — это же, ну, такие же люди, как мы с вами. Иногда полезно поставить себя на их место. И вот когда потом уже после вручения на Град собрались пообщаться, ну, удивительно, искренние и добрые люди, добрые глаза, их самоотверженность, их готовность, ну, в буквальном смысле, жизнь свою отдавать ближним своим. Это удивительный труд. Это служение, которое человека приближает к Богу. Ну, потому что у Бога тоже есть имя врач. Врач душ и телес. Мы так к нему обращаемся в молитвах. И неизвестно, когда ситуация стабилизируется. Врачам тяжело, им трудно. Давайте как-то по-своему, каждый на своем месте их поддерживать. И добрым словом, и лавковым взглядом, и внимательностью, и заботой. Ну, и, конечно, ценить, ценить их труд. Ну, и дай Бог всем доброго здоровья. Помогай нам всем, Господь. Господь и сил, помилуй нас. Субтитры подогнал «Симон»